всем привет с вами кубик тиви и сегодня мы на соревнованиях фит челлендж 2019 в киеве как вы понимаете эти соревнования посвящены дисциплине сборка кубика рубика ногами и это довольно спорная дисциплина кто-то ее любит кто-то не очень и как вы знаете ее убирают из официальных дисциплин в это я решил спросить у наших спидкуберов что они думают по этому поводу и как относятся к этой дисциплине пойдем итак володя вот скажет твои отношения к дисциплине сборка ногами ты за или нет дисциплина сама по себе цикава незвичайна а я избираю так довольно редко залежит часто від стану здоровью примещений бывают холодни бывают тепли якщо мне зручно якщо потренивался при этом я сбираю я бы не хотел чтобы ноги забирали уделялась веца але раз уже решили хорошо а почему ты считаешь что нужно оставить люди ее тренуют люди уже сбирают сам 20 секунд я думаю стосовно них это будет погано им это будет погано люди которые не сбирают им все одно таких все-таки людей больше я понимаю но заради тех людей кто избирает и привыше хорошо спрашиваем еще у ребят кто что думает но я цикала бы ну ноги это хорошая дисциплина как я считаю очень интересная достаточно если ее тренить можно добиться очень хороших результатов и как по мне ноги лучше оставить потому что это прикольно конечно а почему ноги это вообще лучшая дисциплина я собрал две попытки вообще столько удовольствия я прям вообще эйфория жалко что может в туре роман пройду но если себе почему стоит оставить но очень много людей любит эту дисциплину есть на самом деле вообще люди которые не могут руками собирать физически вот поэтому как бы для них это будет обидно вот такая вот штука на самом деле как бы в этой дисциплине много противоречий поэтому понятно почему и убирают тем более она сам на менее популярная дисциплина вот так вот лучше бы не что-то добавили чем что-то убрать я считаю эту дисциплину очень интересный и я для себя открыла много чего нового тренируясь дома могу сказать что действительно тренируешь ноги и легче становится приносить какие-то физические нагрузки сейчас они у меня практически после сборки не болят и я больше стал заниматься физкультуре так сказать начнем с того что ноги это как бы сказать дисциплина относительно популярная конечно менее популярностью все остальные дисциплины но ее тренируют поэтому ее надо оставить все же нужно думать о том вообще нужно ли добавлять эту дисциплину они тот ли убирать и и так ноги нужно убрать согласен согласись противник это почему не гигиеничка сейчас соревнования которые главные ленты ноги при этом ноги тут третье по количеству замесли выше 21 человек на ногах 22 на кх 25 на клоу я бы убрал потому что видишь у нас три группы мы не успеваем это проводить короче все долго собирают если бы они собирали за 20 секунд хотя бы ну можно было а так они собирают и по 10 минут долгая дисциплина проводить сложно таймером и заматываем специальные клеенки потом эти все отмывать нужно коврики но короче для организаторов эта работа сложно если не брать организаторские вещи то в принципе ну в принципе прикольно чем если ребята не организовывают они хотят ноги оставить а те кто организовывает хотят их убрать ну что ж ребят вы сами все видели и слышали по поводу этой дисциплины до мнения неоднозначно кстати обязательно пишите свое мнение в комментариях вы за эту дисциплину чтобы оставили или наоборот тоже считаете что от нее нужно отходить нам очень важно и интересно ваше мнение ну а мы сейчас переходим к нашему небольшому интервью с национальным рекордсменом украины по сборке кубика рубика ногами даниэль якинду поехали даниэль слушай вот все хотел у тебя спросить а почему именно эта дисциплина вот что подтолкнул тебя чтобы именно тренировать усиленно сборку ногами но я долгое время искал свою дисциплину пробовал себя в разных головоломках и лучше всего у меня получалась сборка ногами я устанавливал национальные рекорды в этой дисциплине и потом решил много времени и тренировать ясно слушай а хорошо какие у тебя есть еще вот любимая дисциплины кроме сборки ногами в чем ты еще преуспел ну мне просто нравится обычный кубик 3 на 3 это наверное моя вторая дисциплина после сборки ногами классика жанра ну да еще мне нравится 4 на 4 ох а слепую интересно собирать хорошо слушай есть какие-то finger tricks и что ли для ног вот или в специальные такие но я не знаю я вот просто пробовал крутить ногами у меня начало получаться я выработал для себя свои движения удобные мне и ими собираю но это не значит что эти движения будут удобны другим кубером и вот я заметил что сборки ногами они у многих отличаются то есть это индивидуально да мне кажется да это может быть даже как-то зависит от размера ноги там поэтому единых таких фингер триксов для ног как мне кажется нет хорошо слушай а пришлось ли переучивать какие-то формулы именно для сборки ногами да я учил определенное количество формул которые в руках быстро я делал а в ногах они просто не шли их не было очень много то есть обычно большинство алгоритмов идет хорошо в руках и ногах но некоторые пришлось учить по-другому хорошо а вот смотри это нельзя сравнить с оха например когда приходится переучивать алгоритмы или там совсем другое дело думаю да в уха тоже большую роль играет фингер триксы формулы думаю это можно сравнить приблизительно где-то да так что надо немножко перестроиться подучить что-то да чтобы именно начать собирать ногами было тяжело начать вот скажут и вообще как тебе просто стало интересно попробовать но сначала да мне просто захотелось попробовать вообще я не представлял даже как это собирать ногами и вначале было да довольно сложно то есть первое время я собирал там за три-четыре минуты то есть мне быстрее сборки просто не шли а потом но я взял профессиональный кубик выучила формулы для ног и прогресс пошел очень хорошо то есть я уже через небольшой промежуток времени преодолел рубеж в минуту и дальше прогрессировал вот до sub 30 я понял тебя слушай а скажи ты используешь классический фридрих или там есть какие-то фишки какие-то определенные методики но для сборки я использую только фридрих но я вывел для себя некоторые фишки там сокращение как удобнее делать ту или иную пару именно для ног то сколько и как ты тренируешься я так понимаю чтобы отдавить результатов именно в этой дисциплине сборки ногами нужно применять какие-то особенно может быть методики в тренировках или ты просто садишь и собираешь 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 нет но специальных тренировок нет то есть ну лично я тренирую также как и другие дисциплины в начале я тренировал отдельно некоторые алгоритмы долгое время чтобы они шли быстро а так в целом также как и в других элементах а сколько времени у тебя вот ушло чтобы добиться и поставить национальный рекорд ногами я собираюсь с 2017 года то есть около двух с половиной лет первое на украины я поставил в марте девятнадцатого года он составлял 30,35 по авг и сингл если я не ошибаюсь 2757 слушай даниил хотел тебя спросить а ты пробовал собирать какие-то другие головоломки ногами да я пробовал собирал кубики 2 на 2 пирамидку 4 на 4 5 на 5 ну я этим не сильно интересуюсь мне больше интересные официальные дисциплины или те которые пока являются официальными слушай а какой твой домашний рекорд а вверх домашний рекорд 22,04 секунды а вэр напомни сколько сейчас 1990 то есть ты довольно близко к вэру ну к вэру в принципе относительно близко вот если сборку ногами оставили бы на вцах хотя бы еще на годик там лучше два то я бы мог дойти до мирового рекорда вот по единичной покупки я уже где-то пять раз перебивал да да круто слушай к слову а как годы ты используешь чтобы сказать сейчас я использую кубик мою в р.м. калорный долгое время я использовал дейлон gts 3 но сейчас решил перейти на веры расскажи почему я думаю ребятам будет интересно ну я вообще хотел попробовать пособирать без этих бортиков которые на gts 3 купил кубик и попробовал мне понравилось то есть сборки идут быстрее лучше вот так я и перешел на в р.м. да не слушай к слову такая цель ближайшая моей основной целью на этих соревнованиях является рекорд европы я долго тренировал сборку ногами и надеюсь сейчас что смогу поставить континентальный рекорд то есть этого еще никто не делал в украине и я стану первым если мне это получится то я буду рад так как и сам получу такое достижение и под нему украинский спидкубинг в мировом рейтинге тем кто начинает собирать ногами я бы посоветовал сначала тренировать просто обычные движения там r l you это основные ходы которые есть сборки ногами и потом уже приступать и тренировать алгоритмы собирать на время тогда можно быстрее прийти к хорошему результату и освоить сборку ногами даниэль вот скажи твое мнение почему эту дисциплину сборку ногами убирают основная причина это гигиена говорят что не гигиенично собирать ногами но я так не считаю потому что во первых когда собирают руками то тоже можно сказать что руки не слишком чистые так какими люди делают гораздо больше вещей например здороваются открывают двери и так далее а ноги ну во первых многие можно мыть перед сборками я так делаю а во вторых эту антигигиеничность можно избежать просто надев перчатки для скромблеров и судей то есть этот вопрос он на мой взгляд не такой критический чтобы из-за него убрать дисциплину решаемый во всяком случае да решаем а какие есть еще дисциплины которые тоже может быть планируют или хотят подумают убрать но основная такая дисциплина это клок многие считают что он вообще не относится к таким головоломкам которые должны быть в ца вот к слову ты организовывал эти соревнования сегодняшние ты включил сюда и клок в том числе я думаю мотивация здесь как раз перекликается да в этой тематике ну да вот как раз поэтому потому что клок тоже может стать той дисциплиной которую уберут по крайней мере многие кубер еще считают даже больше куберов считать что нужно убирать клок чем тех кто считает что нужно убирать сборку ногами и поэтому мы решили сделать клок ну и кх это тоже такая скажем так спешил дисциплина и я ее решил добавить даниэль а твоя самая быстрая сборка ногами расскажи как это было моя самая быстрая сборка ногами за все время составляет 13,95 секунды мне выпал LL skip хороший F2L и в принципе все ну я считаю что в этом нет ничего необычного там не было какого-то сумасшедшего TPS просто повезло хорошо собрал хорошо слушай а бывало такое вообще что кубик в процессе сборки разлетелся и что делать если такое происходит у меня бывало такое пару раз да но я стараюсь кубы для сборки ногами затягивать чтобы они не попали ну когда ну такое бывало у меня только дома поэтому я не пытался собирать его ногами а вообще в истории спидкубинга ну в истории сборки ногами были такие случаи когда у куберов разлетался куб и они ногами его собирали уголки тоже флипались они их тоже ногами проворачивали но вот могу привести пример украинский спидкубер Артем Меликян который был долгое время рекордсменом Украины по сборке ногами у него один раз разлетелся кубик и он успешно его собрал но это конечно очень сложно у меня такого не получалось по крайней мере слушай ты я так понял сегодня дебютировал был вот первый раз в роли организатора соревнований нет не первый раз слушай я в Харькове скажи да если ты организовывал расскажи что это были засорили и вот какие эмоции вот какие ощущения от тех и от сегодняшних но я организовывал три соревнования за свою скажем так спидкуберскую карьеру три из них проходили в Харькове это Харьков Open 2018 Харьков Special 2018 и Харьков Open 2019 но на всех этих соревнованиях я был не главным организатором я договаривался за помещение решал еще несколько вопросов то есть играл такую скажем так второстепенную роль а вот на этих соревнованиях я уже был главный и единственный организатор и можно так сказать что на мне лежала вся организационная работа все-таки в каком-то смысле ты дебютировал как именно главный единственный организатор скажи что было самое сложное когда вот ты делаешь подумать да честно говоря самого сложного чего-то конкретного не было просто все организационные моменты вот собрать в кучу все решить там ничего не забыть это было сложно да для этого потребовалось много времени и сил но конечно мне помогали некоторые спидкуберы в частности это Сергей Кокшаров и Роман Астапенко делегаты этих соревнований также в процессе соревнований нам помогал очень сильно Сергей Мормуль и еще несколько куберов ну то есть без них я бы думаю не справился ну то есть ребятам особая благодарность да и этот вклад эта помощь конечно очень ценна всем кто помогал выражаю благодарность здорово слушай ну и напоследок тогда что ты можешь вот посоветовать нашим подписчикам ну как и вот таких необычных дисциплинах когда они тренируют и выбирают для себя ну так и вообще в спидкуберском так сказать поприще я бы хотел посоветовать изучать разные дисциплины потому что тогда вы с большей вероятностью сможете найти что-то свое то в чем вы действительно хороши вот как я смог сделать это со сборкой ногами но также не стоит забывать про другие дисциплины потому что спидкубинг это довольно разноплановый вид спорта и я считаю что каждая дисциплина по-своему интересна и каждой стоит уделять время и силы желаю всем успехов спидкубинге участвуйте в соревнованиях ставьте рекорды и находите свой путь то направление в котором вы хотите двигаться и не забывайте подписываться на кубик тв обязательно пишите что вы думаете о этих соревнованиях и вообще об этой теме в комментариях ниже под видео ну а мы прощаемся с вами было приятно с тобой побеседовать здорово что ты организовал такие соревнования раз они оказались последний в европе так понимаю да вода последние соревнования в европе ты молодец и я думаю куберы вот такой вклад всегда очень ценят спасибо тебе большое за участие все всем ребят пока